Продолжение следует... 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 И что нужно делать? Пролистать его невозможно. То есть компьютер, смотрите вы, он разбит на много-много пунктов. Пункт просмотрели, нажимаете кнопку, следующий смотрите. Просмотрели, следующий смотрим. Далее, после просмотра нужно ответить на 80 и более процентов вопросов. В случае успешного вы получаете сертификат РУСАДДА, крок до окончания года. То, например, в январе сдаете, до окончания, до 31 декабря он обычно сдается. В электронном виде, да, получается? Да. Он в электронном виде. Для большинства, для подавляющего большинства он несложный. К примеру, дети 10, 12, 11, 9 лет сами сдают, просто просмотрев это. То есть во время просмотра, это образовательный просмотр, получаете знания, закрепляете знания, отвечаете на это. И получаете группы, ну и, соответственно, уже 30, 35, 40 до 65 лет. Этот возраст, и который еще активно с гаджетами общается, как бы активно пользуется компьютером, дальше на сложности. Скорее всего, чемпионат 2021 года пройдет в Курске, и у нас будет предусмотрена для тех, кто совсем-совсем отстал, комната для прохождения вот этого экзамена. То есть за дополнительную плату, человек, который не подготовился, прохождения, все, тем не менее, причащий на взвешивание без сертификатов, он не будет опущен на соревнование. Он будет в комнате со специально обученным человеком, пройдет образовательную программу на заметный допиктный правил, получен на взвешивание, будет опущен на соревнование. Ну и думаю, в районе 200-300 рублей это будет стоить, потому что надо кого-то привлекать, надо кому-то сплотить. То есть, слава богу, если бы он остался с нулевым гонораром, как бы все пришли бы готовы, это не в плане бизнеса, это в плане помощи тем, кто приехал там в Дальний Восток или в Сибири, потратил кучу денег и не будет опущен на соревнованиях ни с этим. То есть этот момент будет тоже учтен. Для спортсменов, которые выезжают на международные соревнования, с этого года, с этого года, всем выезжающим нужно иметь сертификат на заметном антидорожническом правиле, сертификат в ТАРМ. У нас главная организация в ТАРМ, Федерация Желательства России, заходим на сайт, личный кабинет, регистрация, несложно зарегистрироваться. То есть что значит регистрация? Вводите свои данные, место жительства, телефон, тренера, если нет, значит нет, то есть выполняете основные данные, загружаете свой паспорт, заграничный паспорт. И вы зарегистрировали, вам приходит смс на телефон, вам приходит ссылка на электронную почту. И по ссылке проходите, и вы зарегистрированы. Далее вам нужно пройти 5 тестов. После проходения 5 тестов, вы будете допущены к экзамену, тоже приходит смс на телефон, и сдаёте экзамен. Экзамен из 25 вопросов, на которых нельзя ошибиться. После ответа на 25 вопросов, вы получаете сертификат от ТАРМ. Это касается тех спортсменов, которые выезжают на международные соревнования. Для всех возрастов. Для всех возрастов, да. Причина – сложная обстановка создания антидопинговых правил. К сожалению, в 2019 году из двух спортсменов, которые были протестированы в команде России, были две положительные пробы. 100% результат. Было и предупреждение, и выговор. То, что в России совершенно нет профилактики и борьбы с допингом. Поэтому принимаются такие меры. Под угрозой, то есть причина какая, в 2019 году решился вопрос о оставлении в Олимпийской семье тяжелой атлетики в 2024 году в Парижской Олимпиаде. До этого тяжелой атлетики была на качели. Ключатки, ключатки. Были жесткие требования к виду спорта, чтобы навели порядок с допингом. Очень много положительных проб, очень плохая ситуация в этом направлении. Соответственно, Томаш Аян, Авиев дают указания Билбархом, Денису Ферману. Это представители Авиев Майтерс. То, чтобы навести порядок в этом вопросе. Еще раз говорю, что у большинства знаний, у вас, где-то здесь собрались, просто нет информации, что такое нарушение. Первая задача, не то, что я не обвиняюсь в том, что здесь кто-то принимает, что нет образования, нет понимания, что такое допинг. Допинг – это нарушение одного или нескольких этих допингов правил. Допинг – это не препарат, не вещество, это правило. Просто это правило. Потому что вещество сегодня запрещенное, завтра не запрещенное, у тебя завтра запрещенное. И все зависит от правил. Нам дают правило, мы по ним играем. Нарушение какое-то правило, нарушение антидопинговых правил и последствия насилификации. И еще очень важный момент. Многие из вас воспринимают, воспринимают, ну, наше представление не очень серьезное. Хочу – приехал, не приехал. Хочу – употребляю, хочу – не употребляю. Вот сейчас очень внимательно слушайте. Вчера приехал допинг-контроль. Русада приехал. Протестировал спортсмена. По антидопинговым правилам, за употребление запрещенных веществ, особенно С1, анамболические стероиды, предусматривается штраф и уголовное наказание. Понимаете, что вы можете уехать с чемпионата Кубка с уголовным доказанием, то есть стать судимым. Особенно это касается тренеров, состранения от работы. Мы приехали, как бы, ну что, приехали там поболтать, туда-сюда, там выступить, как бы, у нас официально, неофициально, у нас, мы за это сами платим, за свой счет нету такого, нету такого назначения. Вы все относитесь к категории спортсменов. В нынешние времена спортсмен обязан сдать антидопинговые правила и обязан их не нарушать. За нарушение антидопинговых правил предусматриваются, кстати, в Российской Федерации санкции, включая уголовную ответственность, включая штрафы до 80 тысяч рублей, до отстранения от работы. И это очень серьезно. Просто осознайте это. Но для людей, которые не нарушают антидопинговые правила, то есть никакой нагрузки дополнительной, смысловой, и финансовой, и обременили, как бы, просто вы соблюдаете правила и живи спокойно. Международные соревнования. 2020 год. Запланированный чемпионат Европы, Нидерланды, 16 по 23 мая, чемпионат мира, с 28 по 5 сентября. Чемпионат мира был перенесен из Германии в Соединенные Штаты, и с отказом организаторов Германии провести чеканат. На конференции, которая проходила в 18-м году, второе место занялась в ЗАС при голосовании, им было предложено провести этот чеканат. Они согласились. 4 января они дали официальное подтверждение. Чеканатыр пройдет в США, штат Флорида и город Орландо. С участием в этих соревнованиях у россиян большие проблемы. Оформление визы. Оформление визы на территории России в данный момент, в 2020 году, не происходит. То есть, получить, сдать документы можно только за границей. Немного точек, где можно это сделать. То есть, подача документов происходит с собеседованием. Собеседование на русском языке. На данный момент только в Казахстане и в Израиле. Но ситуация с коронавирусом, которая еще дополнительно нахлывала на нас, осложняет въезд и выезд из страны. И, возможно, чемпионаты будут перенесены или отменены. Пока на сегодняшний день чемпионат Европы не перенесен, не отменен. Количество зарегистрированных участников около 500, которые подпадали. Предполагается то, что чемпионат Европы в Голландии пройдет на высоком уровне. Организаторы уже представили наградную атрибутику, которая, честно говоря, на порядок. А два порядка лучше, чем предыдущая наградная атрибутика на международных соревнованиях. Интересный дизайн медалей, качество исполнения. Кубки оригинальные. Но это, что касается качества награждений. Что касается организаций, тоже обещают провести на высоком уровне. По этим соревнованиям у нас подали заявки, сейчас, по-моему, на сегодняшний день 12 человек всего. Одна женщина, две женщины, десять мужчин. Заявки еще можно подать. Еще актуальна до 25 марта, наверное, ехать в своем заявке. Важный момент. С 2020 года регистрация на международных соревнованиях происходит каким образом? Каждый спортсмен заходит на международный сайт, вносит на свои данные, полностью заполняет страницу, отправляет. Ее попадает в предварительное число участников. Предварительное число участников. Окончательное число участников, это определяет президент, который расставит жалочку, спортсмены внесли стартовый взнос или не внесли, потому что подача заявки автоматически несет с собой оплату стартового взноса. Поехал, не поехал, заболел, не заболел, стартовый взнос и не возвращается. Я не могу подать с одного компьютера заявку, какой-то из Бориса не дает, потому что там фиксируется IP-адрес, откуда подается заявка. То есть, к примеру, Георгий, там, что Макбиян, подал заявку на русском языке, пришло письмо из Международной Федерации, потому что официальный язык английский, и там собраться не маяки адреса и всех данных, откуда приходила заявка. Так что заявка, на самом деле, конечно, несложная, но людям старшего возраста придется обращаться к детям, сыновьям, друзьям, чтобы со своей электронной почты своего компьютера подали заявку. На английском языке ли? Ну, там вопросы, ну, там no, yes, как бы, там не надо биографию рассказывать, и фамилия, имя, фамилия, имя на английском языке, вы кузайки. Цифры они одинаковые, английский, на русский. Там несложные вопросы, понятия. Вопросы это фамилия, имя, дата рождения, адрес, весовая категория, результат, ну и вклад равный, и вовсе не только правил, там несложная информация займет 10-15 минут максимум. Что касается по соревнованиям в Соединенных Штатах, информация будет на нашем сайте размещена позже. Самое сложное, это получение визы. Есть визы, там, чтобы получить, надо ехать за границу, чтобы подать документы, провести там какое-то время, пока ваш вопрос рассмотрится, не положительно, либо отрицательным, и выезжать. Сложно. Но ничего не поделать. Поехали. Ну, вам может быть, партнер, приехать в посольство Финляндии, посольство Финляндии, подать документы, братья с беседованием, ну, на близко-то, ну, это как бы, есть в количестве стран, которые, как бы, работают, в принципе, теоретически, да, с мировыми, но с беседами на английском языке. И проживать там надо будет, потому что подать документы, и все время будет рассловит у вас вопрос, а то вы забираете документы, выезжаете, либо с видами, либо без визы. И, конечно, есть хороших таких новостей на конгрессе в Монреале в 2019 году, на чемпионате мира. Мы подали заявку о проведении чемпионата мира 2022 года, сдули, сделали презентацию, представили максимальных красков наш город-герой Тулу. И, ну, к нашему удивлению, мы получили большинство положительных, то есть большинство проголосовало, подавляющее большинство проголосовало за проведение чемпионата мира 2022 года в городе-герой Тулик. То есть в России пройдет шкатт мира впервые. Вот это большое событие. Для многих это, возможно, будет единственный шанс участвовать на международных соревнованиях на территории России. К сожалению, у нас, как бы, не все обладают возможностью выезжать, а это прекрасная возможность выступить на в самом кругу международных соревнований в своей родине, в России. Ожидаем большое количество участников. Россия. Да, но в связи с большим количеством участников в международных соревнованиях, подача большого количества участников, в большинстве случаев это связано с популяризацией женской тяжелопределки. Женщина большое количество. Особенно группы 40, 45, 50. У них категория по 20 человек заявляется. Вот. И, а формат, формат чемпионата мира, он неизменный. 8 дней и уложиться больше тысячи человек это невозможно. В Монреале делали ограничение 700, но в Соединенных Штатах делали ограничение, будет 800 человек. Сделать ограничение по количеству участников от одной страны в одной возрастной группе. то есть количество участников от франы в одной возрастной группе сейчас не ограничено, а будет ограничено. Возможно, это будет до пяти человек в одной возрастной группе. Поэтому у нас будут отборочные соревнования, отборочные соревнования. И выступая на отборочные предпочтательные соревнования, надо приезжать, показывать результат, конкурентный результат, чтобы иметь возможность быть включенным заявкам от команды России и участвовать в Чеканке мира 2022 года. По международному календарю. А в том же зале было бы делать молодой Чеканке России. Нет. У нас они проводят их в Манеже. В Манеже депиктовые дорожки, где трибуны. Чеканке пройдет там. Но в этом же комплексе, только в резервной. Ну, это в любой площадке где Манеже там пройдет в 2021 году у нас самое крупное международное соревнование. всемирные игры ходит в Японию, городе Канцай. Май месяц, 15 мая. То есть, кто планирует участвовать, нужно в связи, участвовать на Кубке России. то, чтобы быть ключом в команду, то есть, надо пройти наш отбор. Пока для отбора нужно участие и выполнение квалификации и необходимые требования. Квалификация международная или квалификация европейская? европейская и всемирные игры международная а перед каждым тенденция в последнем времени идет об изменении. То есть, каждый год меняют квалификацию. Даже такой момент произошел на Конгрессе в 2019 году в Монреале было обсуждение правил 20 кг, которое отключено. То есть, от заявной суммы спортсмен может отступить минимум вниз максимально 20 кг. Но не менее, чем квалификация. не-не, то есть, было две таблицы квалификации. Первая выполняет квалификации, в которой ты награждаешься и квалификация старта. То есть, две таблицы. Менюн начинает весовой категории, понимаете, да? В этой категории, например, категория 55, N35, минимальный старт 210 кг. 140 кг. Но квалификация там 160. То есть, ты можешь выступить, но остаться без награды. Заменили вот эти две таблицы. Одной таблицей, если ты уже выступил, то ты уже будешь награды вернуть. То есть, квалификацию поменяли. Сделали ее процентно. Потому что 20 кг. птижа, N35, заявлено 330, начиная с 310, это одно, минус 20 кг. у таблицей 55, там, плюс, ну, F80, заявлено 45, а начать 25, как бы, ну, это, с разной вещью, как бы, там, каждый грант на счету. вот это, и поэтому от процента, от, не менее 15 процентов дояльной суммы нужно начинать. Это, как бы, тоже тестово, посмотрим, что за это получится. Но основное, что нужно уяснить, то, что будет ограничение от количества участников от одной страны в одной взрослой группе. Не более, там, трех-пяти человек, это уже ближе к делу. Потому что к счастью, к радости, к сожалению, но популяризация тяжелатлетики в мастерстве в мире растет, что участников в последние годы стало увеличиваться. Причины тому кроссфит популярный очень в Западной Европе, председших как бы Россия и Соединенных Штатов, Северная Америка очень популярны и огромное количество женщин, мужчин занимаются в этом возрасте. Не тяжелатлеты, то есть, как мы воспринимали, это бывшие тяжелатлеты, которые молодцы поднимали и до сих пор поднимают. Люди из других видов спорта занимаются функциональной подготовкой и готовы проявить свои способности на этот альтернатический помост. и большинстве случаев уже и одерживают победы. Сила решается всего, если техник позволяет определенное. Парад международным календарем. 2021 год в мае будет чемпионат Всемирной Игры в Японии, а чемпионат Европы пройдет в Польше, в городе Раша, пройдет летом, в августе месяце. 2022 год чемпионат Феррой Тула, Россия, чемпионат Европы пройдет в Ирландии, в городе Ваттерфок. Но за Ирландией голосов, конечно, мало. Схвозная страна тоже получение визы. Дорогая страна, но тем не менее Ирландия организатор чемпионата Европы 2022 года. Я думаю, у нас все будут готовиться к Туле. И число желающих поехать в Ирландию будет небольшое, но тем не менее команду мы как всегда представим. Так, важнейший вопрос. Для улучшения работы в СТАР взаимодействии между всеми членами Федерации и Президием Федерации у нас создается структура с региональными представителями. Структура какого характера? У нас в группе WhatsApp WhatsApp Борис знает, что я поняту WhatsApp. Ну, кто помоложе практически все знают, что сейчас наряду с звонком с телефоном можно общаться не SMS, а менеджером такой WhatsApp. Он очень простой, удобный. Там можно пересылать картинки, видео и это как бы менеджер бесплатный, это быстрый обмен информацией. Будет такое понятие как региональный представитель. Регионов у нас участвующих на соревнованиях более 50, но некоторые регионы у нас с большим количеством участников Московская область, Москва, Владимирская область, Красноярский край, а некоторые регионы по одному-два участника, поэтому эти регионы будут объединены. пока например там просто Хмау, Генау и Венский и все вот, ну там несколько регионов. Представитель имеет непосредственно общение со своими спортсменами, которые у него в регионе зарегистрированы. Мы в группу у себя, в группу президиум дают информацию представителям. Представители мгодовенно ее получают и ее доносят до членов федерации для региональных групп. Это что касается соревнований, что касается новостей, последней информации. Также в обратном порядке спортсмен задает вопрос региональным представителям региональных либо сам отвечает, либо дальше посылает вопрос президенту. Это чтобы у нас было больше общения, чтобы оно проходило быстрее, проходило чаще, чем в два раза в ход для улучшения жизни, работы федерации. Это создается. Сейчас группу ватсап нужно подойти и разъяснить. Слово занимается этим вопросом Алексей сбородок, сейчас он немножко погубже светит этот вопрос. Слишком много времени отнимать не буду. Ко мне поступили заявки из разных регионов. С кого-то мы уже сами знаем, кто и так работает условно говоря региональный представитель, то есть выбирает команду, все собирают, помогают приезжать. Кто-то позвался впервые, многие люди мне написали и изъявили желание, так как других кандидатов нет, а эти мы как-то все местокопы знаем, что они являются активными участниками наших соревнований, в принципе, за ним мы возможно попробуем. У нас есть региональные представители из отдельных регионов, например, Владимирская область, то есть уже определено люди из Минской области, Ефим Юрис Куйщик, кто был на кубке наверное на том, это Урал и соответственно Александр Черков Сибирь, соответственно в рамках вот этих больших регионов есть соответственно у нас непосредственно регионы, если в этом регионе кто-то изъявит какую-то деятельность вести, как допустим в рамках Сибири, у нас Сибирская область избрала своего представителя, соответственно им также этим занимаются. Региональный представитель помимо получения информации дополнительной он также будет являться человеком, который будет за команду получать командный кубок. Это будет непосредственно адрес награды, которая частенько доходит своего владельца, то есть приступало 20 человек до награждения, никто не пришел и пусть они стоят красиво и пылятся, хотя за ним происходила такая достаточно интересная прорезанность. Вот. представителей запускаем в первую очередь вот эти соревнования Александр на сайте сделает раздел специальный с контактами ну и соответственно дальше будем общаться с мессенджером по телефону для того, чтобы выработать какие-то просто общие критерии как нахранить с... Так, вариант как пилот есть, то есть будем совершенствовать это направление, но цель какая максимально быстро донести информацию от центра до периферии и периферии максимально до центра то есть чтобы обладать больше информации современной современной своевременной информации очень щепетильный вопрос очень щепетильный вопрос коды в начале в начале 51-15 стартовый взнос просто предупреждение ситуация нестабильная с рублем вот ситуация напряженная информация какого характера если все останется как есть все останется как есть к примеру если к ноябрю месяца доллар будет стоить 200-300 там неизбежит 30 рублей то стартовый взнос положение будет изменен без решения общего собрания вот на уровне ну либо он сохранен в районе 1600 рублей либо он будет приравнен где-то 20 евро относительно так вот чтобы понимать чтобы но это в принципе сумма в 15-м году на самом деле аварийно было в гугле вот это просто предупреждение предупреждение информации если как бы значок ой скачок незначительный ничего менять не будет допустим на 85 там как особо сохраняем как и прежде если какое-то значительное увеличение то и стартовый внос на кубки россии будет изменен ну если как бы от нас независимая ситуация в 2015 году в 2015 году в Бугольме когда официально утвердили то что каждый спортсмен который выезжает на бездорожье соревнования вносит в федерацию 50 евро если это соревнование в Европе если не в Европе это ну там в Соединенные Штаты Канады в Азии где-то 55 долларов вот предложение предложение звучали и в прошлый раз но остались без изменений изменить эту структуру отменить эти 50 евро которые спортсмен уплачивает на выезде бездорожных соревнований это речь ли про 2021 год а заменить это увеличением членского взноса на сумму 200-300 рублей то есть либо стартного взноса либо членского взноса либо оставить как прежне Кто ездит, тот пускай платит. Вы не забывайте только об этом, говорить людям, вы знаете каким, которые подходят к вам в том числе, как начинают поливать грязью именно вот из-за этих 50 долларов. То есть вносить немножко заблуждение, вот этот момент, и его немножко коверкнуть этот вопрос, в связи с тем это взнос, это объяснялось, взнос в федерацию. Даже допустим, что выехал, не выехал президент, там против каких соревнований, это деньги остаются против федерации, это взнос не президента, это взнос в федерацию, на развитие федерации. Основной момент это компенсация расходов международных соревнований, потому что из общего фонда идет компенсация. Друзья, я предлагаю все-таки вот этот 50 евро разложить на всю федерацию, потому что это будет на каждого человека, на немножко, во-первых. Во-вторых, сегодня я этим медикамент пользуюсь год-два, и еще за рубеж, завтра будут этим пользоваться те, кто вчера в 60-х поспал в возрасте. Не неактся будут, но и не обязательно это накладывать только на тех, кто уезжает за рубеж. Ну, как проглазует, так проглазует. Я против, я на расселе, на кубок еду, собираю деньги, а тот, кто едет на международный, я иду еще вновь. И это не ему выплатить? Нет, это не участок. Сейчас вы не много, мы не много, она набегает. Ну, вы просто тоже понимаете, что... Да понимаем мы все прекрасно. А что мы не понимаем? От этих денег зависит тоже состояние дел и у нас в стране, да, отношение международной федерации, то есть, что ветеранская, а, да, какой-то лояльности. Ну, вот он пенсия в 8-10 тысяч, допустим, да, вот он там. А у меня пенсия в 17-18. Я, за первое, я получил донор, почетный донор, получил, приехал, все. Ну, как я еще буду плачить? Вот он денег, каждый год. Вы федерации плачете, да? Ну, федерации я не знаю, я плачу, я не знаю, федерации. Вы не участникам плачете, на которые выезжаете? Вы не забывайте, что вам тоже придется этот взнос платить, когда вы соберетесь ехать в Тулу. Когда вы соберетесь ехать в Тулу, вот по нынешнему курсу, это получается 4 тысячи рублей. Ну, 3 с половиной по данному курсу. Бан предлагает увеличить на 200-300 рублей сейчас, то есть 10 соревнований. Это 10 соревнований. За Тулу у нас осталось 1, 2, 4 старта. То есть вы за 4 старта заплатите еще 200 рублей. Либо, когда вы соберете ехать в Тулу, вы заплатите 3 с половиной 4 тысячи. Какой курс такой? Моя курс, как бы, это такое, это не только инспективу, возможно. Если поеду, я там плачу. Все, нет, вопросов нет, мы же что-нибудь навязываем, просто информировать. Важно защищаем честь России, выступаем от России. То есть и про команду. То есть и про команду, и зачет. Есть и про команду, Дед Хрисович. Нет, это в том числе. Участникам команды. Да, да, да. Просто это ее, мы не сплатим за участников команды. Это в Кишикотово, просто. Это в Кишикотово. Есть. Есть. Надо считать. Там может получиться не 50, а там, а что вы не делаете. Ну, давай этот вопрос, да, как бы, там, что это. Сохраняем, как прежде, 50 евро с каждого поезжающего на дороге соревнования. Либо, например, платить, вот, если там сумма такая вот, 200, 300 рублей, пусть тысяча. А она раз в эти месяцы, и мне придет уже не 50, там, если вы сказали, платить, а больше. Я же не знаю, как она обернется. Вот никто не знает. Давайте, Ольга Шайб, этот вопрос доходим. Сейчас проголосуем, наверное, что, то, что вопрос оставлять доходим. Продумайте тогда этот вопрос. Даже голосовать не будем. Не будем. Оплатываем его. А нет, что не страшно. Убагу будет, там все. Давайте немножко прервемся на приятное. Вы знаете, у нас введена два года назад награда за заслуги в развитии тяжелослетики Мастерса. Это знак, именной знак. За что он вручается? Он вручается людям, которые делают большой вклад в развитие федерации, организаторам соревнований. Все российские, да, чеканцы или Кубка России. Сейчас у нас три человека, которых мы будем награждать сегодня. Это организаторы Кубка России, который впервые прошел в Екатеринбурге. Здесь, я вижу, что есть люди, которые там присутствовали. Это были самые восточные соревнования на данный момент в нашей федерации за 25 лет. Ну, по крайней мере, последнего десятилетия точно. Это самый десятилетий, да. Раньше у нас в Вифтаре проходили соревнования, но давно не было Сибири, не принимала. Тем не менее, соревнования прошли хорошо, уверенно. Никаких сбоев, задержек, сложностей. Все как счастливые. В первую очередь, это благодарность Союза тяжелослетов России, организации, которая эти соревнования помогла нам провести. Они на себя взяли всю работу, и знаки выключаются следующим людям. Ефим Бунчиков. Ребята, мы очень недавно в ветеранском движении, буквально три года, только начали свою деятельность, поэтому я понимаю, что этот знак во многом авансов. И я обещаю и Президиуму Федерации, и вам, уважаемые участники, что мы будем дальше работать, улучшать соревнования, проводить региональные соревнования. Ну и надеемся, что Президиум Федерации доверят нам как-нибудь еще провести соревнования. Если вы, конечно, будете не против, мы еще раз в Екатеринбурге проведем. Спасибо большое. Следующий знак у нас вручается Горбачевой Ольге. Она в Екатеринбурге помогала в регистрации, взвешивании, содействии во всех вопросах, в размещении. Из нее вы ничего не получили. Молодец. Спасибо. Я присоединяюсь к словам, которые сказал Ефим. Мы будем рады вас видеть еще раз в Екатеринбурге, если нам будут право проведения соревнований. Ну и просто приезжать к нам в гости на другие соревнования. Еще один знак вручается Федору Нурееву. Он был главным судьей. Спасибо. Спасибо огромное. Вот прямо у меня. Я говорить не буду, а то на слезу меня проживет. Огромное спасибо. Да, за дальнейшее. Надеемся, что в дальнейшем так же будем работать. Дай Бог здоровья. Обращаемся со всем, принимайте активное участие, получайте работу в Федерации. Потому что, ну, все вы люди, все вы видите, со всеми какими способностями. У нас, чтобы улучшить Федерацию, разные способности. Кто-то, может, гимн написал, кто-то там рисунок, просто, что у каждого бывает какой-то склад писет. Кто-то, забыл, что, ну, обладает какими-то своими какими-то талантами, которые, либо работоспособность, которая поможет в лучшем Федерации. Конечно, не всех людей у нас отмечать. Знак за развитие жилотлетики мастерства. Павел, вопрос. Международных соревнований в возрастной группе те же остались? Где-где? Международных соревнований в возрастной группе те же. ТЭКС 5 и 80, да? Так, ну, дороже. В материале команды, как мы, мне кажется, на самом деле. Пятый. Международных соревнований в возрастной группе те же остальные соревнований в возрастной группе те же остальные соревнования. Мы уже третий раз откладываем, понимаете, вот, как вы решите? Это хорошо, что у нас много кандидатов, много городов и шахты. Да, с уникальным городом всяким. Но, как бы, немножко вас перебивали города, которые немножко актуальны, да, на тот момент времени были. Основные моменты, которые учитываются при определении организаторов, то есть, если их несколько, это количество участников. Мы зависим, у нас бюджет, например, в Санкт-Петербурге. Ну, смотрите, просто... Немножко по тематике здесь, если на все зависит. Плюс работа регистрации, взвешивание, какие-то дополнительные вещи, еще в порядке 30 тысяч. Иногда выплывает аренда площадка. Вот она здесь получилась, это еще 200 тысяч. То есть, я вот уже озвучил вам, это уже порядка, там, 550 тысяч рублей. Эти деньги, ну, изначально мы вкладываем в свой карман. С непониманием приедут потом люди, будут выступать, они окупятся это или не окупятся. У нас, скажем так, из-за того, что мы увеличиваем качество наградной атрибутики, плюс потихонечку цены на все вырастают, да, вот эти расходы, они увеличиваются. То есть, если, там, три года назад, в день соревнования, оно, там, в 350 тысяч укладывалось, то здесь уже все это вырастает, там, в 550. Просто, просто то же самое мы делаем, да, и при этом ценник растет. Поэтому мы не можем рисковать. Мы единственное, вот, экспериментально отправились в Екатеринбург для того, чтобы расширить географию участников. Это очень важный был момент. Мы надеялись, что сюда приедет много представителей, скажем так, близлежащих регионов. Там действительно было рекордное число из Свердловской области. Они второе место заняли в Агревы. То есть, там, порядка 38, что ли, человек по центру. То есть, это огромная цифра. Но, тем не менее, после этих соревнований, после этих соревнований, минус 180 тысяч рублей осталось. И вот эти минус 180 тысяч, в лучшем случае, часть из них окупится сегодня в Санкт-Петербурге. Но, маловероятно. И, подытоживаю, я говорю, что по соревнованиям стараемся проводить Москва. Но центр, это мы зависим. Большинство из вас едет за свой счет и считает и количество рабочих денег, которые потратят, и финансово, что пойдет с поездкой. Шахты немножко сложнее, чем центр России. Это, к примеру, здесь мы ожидаем около 300 участников шахт. Вот если там будет, там, меньше, там, 200, там, 150, там, может, возьмут и не поедут. Такое, что будет сложнее. Там, что тысячи посчитают. Пока это сложно. Но, тем не менее, мы этот вопрос оставляем, как бы, и сделаем опрос. И дел опрос. То есть, нам, мы зависим от количества участников соревнований. Если Ростовская область, как бы, готова, там, представить, там, что у нас будет, там, 30-40 участников, так вот, от Ростовской области, то есть, у нас, это, есть для кого проводить, и есть кому проводить, у нас минимальная расходная часть, допустим, что у нас к ним не аренды, там ничего, мы там, там, не сообщим. То, что, конечно, мы планируем, как бы. Держите, да. Да-да-да, то есть, смотрите, какой момент. Перед чемпионатом мира, который пройдет в 22-м году, мы обязательно в Туле проведем тесты, соревнования. У нас кандидат в Курск на чемпионат 2021 года. Но Шахту, конечно, мы хотим провести и сделать, как бы, с памятником, то есть, Ивана Джорисеева, как бы, и самое, да, и есть на что посмотреть. Алия Маймараевна, город, населением 11 английских чемпионов, город Шахту, доминил, ждать вопросов нет. Ну, ну, этот вопрос тоже, как-то, да, обсуждали. А момент какой, важный момент, то есть, в Крым, в Крым надо ехать в сезон, в сезон, ну, чтобы получить удовольствие, просто ехать не в сезон, он ничем не отличается от Крыма. Ну, и календарь, ну, как бы, не совпадал, но этот вопрос тоже, как бы, он открыт этот вопрос, открыт этот вопрос, там, от самой площадки пока не готовы. Когда еще было мост не открытый, на тот момент, сейчас лучше, вот, ну, когда будут, там, готовы вся инструктура, вся проведения группы соревнований, чемпионата, или Кубка России, кто... Я тут читаю сериал. Нет, смотрите, хотелось бы до памяти, у нас, я не вижу, один из наших коллег, он из него желания был представителем по Краснодарскому краю, потому что Краснодарский край это лидер практически, да, по всех возрастных клубах, кроме старших возрастных клубов, да, то есть они и по взрослым. И по детям, одни из лидеров. И вот появился человек, который сказал, что я буду готов развивать, то есть у него есть опыт работы в подобной студии, в подобной студии, он планирует в этом году в начале лета провести турнир для любителей, но это отдельная категория, для старших возрастных клубов в Сочи. Он всех приглашает, там какие-то льготные условия по проживанию, то есть там с завтраком около, по-моему, с половиной тысяч, у нас получилось, гостиницы в Сочи. Соответственно, как появится положение информации, все будет размещено на сайте. А вы считаете, если эти соревнования пойдут на вашу группу, то тоже что-то, 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 что-то. У нас продолжается соревнование, и все вопросы, которые еще остались, не обсуждены, то часто в порядке их задаем, как бы решаем, а на этом в общее собрание является закрытым. Через 25 минут у нас будет продолжить соревнование. Продолжение следует...